Приветствую вас, дорогие любители и знатоки шахмат! С вами с этим мастер Фид Максим Амариев И настало время разобраться наконец-таки Ханс Ниман читер или нет Давайте посмотрим, чем завершился турнир Сингфилдкап Кто стал победителем И что думают сами участники о читерстве Ханса Нимана Во-первых, начнем с того, что его кучеряшки произвели нужный эффект И он обрел целую фан-базу в виде девушек Которые пришли на турнир, чтобы его поддержать Правда, нельзя сказать, что это сильно улучшило его игру В восьмом туре он встречался против Фабиана Каруаны Возникла такая позиция Он уже наиграл, как-то начал слишком лихо накатывать пешками Чересчур оптимистично В данной позиции у него висит слон И нужно было как-то этот вопрос решить Он решил пойти деревенским методом Просто защитить ладьей Но зевнул банальную вилку Конь Д2 В целом, это говорит о его моральном состоянии на текущий момент Ситуация с читингом очень сильно выбила его из колеи Ну, либо просто без подсказок Он стал играть свою истинную силу Но все-таки зевок Конь Д2 Это на уровне второго разряда, даже третьего Поэтому я думаю, что ситуация его реально подкосила Но чуть позже мы к этому вопросу вернемся Касательно его психологического состояния Давайте разберемся, как же здесь надо было играть Необходимо было поднять довольно точный ход Слон А1 не годится, самое логичное Из-за ладья А2 здесь неприятно подвязывается слон В случае отступления короля, чтобы слона развязать Следует Конь С5 с нападением на ферзя И тут возникают проблемы Пешка на Е3 зависает, например, после размены ферзей Теряется на Е3, еще зависает слон Этот слон, дело плохи Поэтому нужно было найти не очень сложное тактическое решение Ладья А1 Оставляем слона под боем Но мы рассчитываем на размен на поле А8 И конь остается без защиты Его до этого оборонял ладья Теперь мы коня забираем В итоге получился размен И в целом удовлетворительная позиция для белых Здесь даже у них не хуже, скорее всего Ну вот, Ханс земнул вилку В дальнейшем, надо признать, сопротивлялся упорно Но все-таки партия шла под диктовку Фабиана И он в конечном итоге Даже с помощью таких элегантных жертв Разменных В конечном итоге возил вот такую позицию Сейчас покажу Возил, возил Ну и довозил дальше Здесь Ханс сдался И касательно его морального состояния Он признался, что у него полностью изменился распорядок дня Из-за скандалов он стал переживать, нервничать Плохо спать У него была четкая рутина Отходил ко сну в 9 вечера Как он сказал, даже в полдевятого Чему я удивился Потому что у меня что-то так рано отходить не получается С утра вставал, плавал в бассейне Готовился к партии В общем, у него было все четко А из-за этой ситуации все пошло псу под хвост В общем, у Ханса начались серьезные проблемы Совсем недавно мы с Алексеем Шировым проводили стрим Где он играл с участниками клуба Чест Сити Каждую неделю у нас проходит такая трансляция Где сильный гроссмейстер играет против участников клуба И вот он сам поделился своим мнением Что у него возникают серьезные подозрения Касательно читерства Нимана Они возникали еще ранее, когда он с ним встречался в личных партиях Но это пока все на уровне слухов И даже Александр Грещук высказался по этой ситуации Он сказал, что Магнус психанул не просто так У меня создалось впечатление, будто он уверен Ниман как-то жульничает Полный пост вы можете найти в нашем телеграм-канале Касательно того, что сказал Александр Грещук Но в целом большинство гроссмейстеров едины во мнении Скорее всего, у Магнуса есть какая-то информация Ниман, наверное, читерил, но доказательств у нас нет И в то же время, вот какова была реакция самого Магнуса Все от него ждали какого-то ответа А он спокойненько попивал коктейльчик со своим корешем И считает, что ему в целом не обязательно высказываться по поводу ситуации И забавно, что даже Ян Непомнящий Однажды упоминал о читерстве Ханса Нимана Но об этом мы поговорим чуть позже А давайте для начала разберем партию из девятого тура А пока мы не начали разбирать следующую партию Я рекомендую вам присоединиться к нашей годовой программе Школы Победителей С помощью которой вы сможете выйти на первый разряд за один год А также в качестве бонуса вы получаете целый год членства в клубе Часть Сити в подарок Это при условии приобретения полной программы Жду вас в закрытом клубе Часть Сити и в программе Школы Победителей Чтобы вы были такими же мощными И кто знает, может в скором времени я буду комментировать ваши партии Крайне важная встреча, поскольку в случае победы Ян Непомнящий занимал чистое первое место в этом турнире А в случае ничьи у него возникал дележ с Элирезой Ферруджей Им бы предстояло играть тайбрейк Давайте посмотрим, чем партия завершилась У нас английское начало В целом, Ханс избрал стратегию играть строго на убой Максимально плотный вариант Вот здесь он даже готов испортить свою пешечную структуру Но ради того, чтобы максимально упростить позицию, перейти в Эншпиль G3 это новинка Возможно, небольшая подготовка от Яна Непомнящего И вот ход А6, он красноречиво говорит о том, каков был настрой у Ханса Любой ценой, но размять побольше фигур, чтобы засушить позицию Поскольку Ян Непомнящий славится своим ярким, динамичным стилем игры И не хотелось это на себе проверять Поэтому он играет А6, но ход, конечно, не принципиальный Лучше было сделать длинную рокировку Если белые хотят поменяться, пускай это делают за свое время, за свои деньги После А6 черные настаивают на размене Но в целом Ян не возражает, поскольку он портит полностью пешечную структуру на королевском фланге Но ход конь d2 не совсем удачный Это говорит о том, что Ян был в этот день не в своей тарелке В чем изъян хода? Во-первых, мы защитили пешку, в этом есть его плюс, но есть и минус Если бы черные сыграли конь b4, то грозит вилка на поле c2 И от нее не так просто защититься Если играть ладец c1, то теряется пешка на a2 А после короля d1 черные могли вскрыть вертикаль d, сыграв d5 Но если линию вскрывать, то реально можно где-то под атаку угодить Там 3 0 черные сделают, сдвоются по линии d У них уже перевес просто Поэтому надо было сыграть b3 аккуратненько На конь b4 был ход король d2, прикрывая поле c2 Но вместо этого Ян играет конь d2 А Ханс сразу играет d5 Получает слон g2 Тут уже пешка провисает Теперь конь b4 не имеет большого смысла Поскольку мы можем даже короткую рокировку сделать И конь здесь оказался в дураках Поэтому dc играет Ханс И слон бьет c6 Ян портит структуру и на ферзевом фланге В итоге пешки черных, конечно, удручающее впечатление производят Сплошные руины здесь Но пока что лишняя пешка у них Хотя после хода c3 Черные сразу от нее избавляются Но взамен немного портят структуру белых Грамотное решение, поскольку белые рано или поздно до этой пешки добрались бы Сыграв король c2, король c3 И при этом не портили бы свою структуру Поэтому Ханс пытается хоть как-то замутить воду Играет король e7 Пешку на a2 здесь и далее брать крайне опасно Поскольку после c4 слон оказывается в клетке Далее можем сыграть король b2 Но в случае ладья b8, король c2 и ладья a1 Слон потерялся Поэтому король e7 играют черные Король c2 по-прежнему пешку брать нельзя И здесь тоже И нигде далее Вот здесь c4 уже играет я непомнящий Врубая этого слона И видно, что партия проходит под диктовку белых Но Ханс обороняется Играет ладья g8 Довольно талантливый маневр Хочет через g5 ладью подключить на поле a5 И давить на пешку a2 Поэтому я непомнящий на корню пресекает эту идею Играя h4 Чтобы ладья сюда не попала Ладья a4, давление на пешку Защитили Ладья g4 И с этой стороны нападает Король b3 Просим ладью отойти Ладья a5 Ладья c2 Но этот ход Такая избыточная профилактика Не совсем точен Лучше было сыграть а4 Это ставило больше проблем перед черными Здесь же следует такой шаг Используем то обстоятельство, что пешка связана Король c3 Ладья c5 Давит Каждым ходом нападает на пешку Но я на это Ничуточку не беспокоит И действительно Если здесь на c4 забирать То видно, что у черных слишком негармонично стоят фигуры Можно даже просто ладью сбить Ходом f3 Ей надо по четвертой держаться, чтобы слома защитить Но на ладья d4 Как угодно можно добивать Или ладья c1 Или даже e3 Что тоже достаточно Хотя тут черные могут качеством откупиться Но тем не менее e3 выполняет свою задачу Белые остаются с материальным перевесом Поэтому ладья e5 играет Ханс Ниман e3 Пешка висела Мы ее защитили Ладья f5 На эту напал Ладья f1 Пока что аккуратненько Отбивает Нападки соперника Ян Непомнящий Чтобы затем перейти в контрнаступление Ладья g8 Король c3 Ладья a5 Надо отметить, что ход ладья g8 Не слишком амбициозен Лучше было сыграть ладья a5 Ладья a4 Держаться пока здесь Отсюда атаковать пешку Потому что спойлер g8 Ладья не совсем ясно, что делает После ладья b1 Вот здесь вернулся на g4 Но в самый неподходящий момент Ханс Ниман Потому что там уже ладья Прикрывала восьмую горизонталь Чтобы белая ладья не вторглась Пока что ладья b4 играет Ян Непомнящий Профилактика пешки c4 c5 следует И ладья прорвалась В лагерь соперника Но если бы здесь черный сыграли ладья g8 В этой позиции То после конь b3 Начиналась проблема у ладьи Король b2 c5 можно сыграть Ладья здесь вырублена Затем хотим сыграть ладья b7 Неприятная позиция Поэтому c5 играет Ханс Ниман Чтобы у ладьи Хотя бы была вот такая лазейка Но после ладья b7 Начинается атака Вражеских пешек Шах Отошли Ладья h8 Пешка h6 Очень вкусная добыча Очень серьезная Но видимо Только у меня Она вызывает Слюна отделения А Ян Непомнящий был сытым В этот день Потому что пешку Никак не хочет забирать Здесь играет ладья c3 Ну забирай уже Ну сколько можно Ну вот здесь Хотя бы забрать надо было Но он играет ладья b8 С аппетитом Явные проблемы Наблюдаются В таких случаях Ложкой запихивают Буквально Вот надо ложку Маму привезти Ложкой прямо Заставить Сесть эту пешку Ну что могло напугать Здесь Яна Непомнящего После ладья g8 Кажется что ладья в западне Сейчас король f8 g7 Ну и просто ладья потом потеряется Но на самом деле Это Мнимая угроза Поскольку мы можем Сыграть e4 После fe Там целая пятая горизонталь В распоряжении У белой ладьи Может даже пешку на c5 Отведать Так что Очень странно Почему пешку на 6 Не забрал Ян Непомнящий Сыграл ладья b8 Это какое-то странное Уважение к сопернику Или я не знаю Как это объяснить Ну далее партия продолжалась В таком ключе Пошаховал Конечно у Яна перевес Он пытается что-то сделать Вернулся назад Но уже Пешку-то никто отдавать не собирается Пока что напали на коня И слон d7 Пешка защищена Надо было раньше забирать Конь b3 Напали на c5 Слон a4 После этого Позиция максимально высушивается На самом деле Ход конь b3 Конечно ошибочный Стоило предпочесть Ладья a8 За этой пешкой зайти В случае ладья a6 Чтобы ее защитить Ладья b3 Далее мы хотим Сыграть король b2 Защитить на a3 Вторгнуться на восьмую Второй ладьей Ладья на g4 Она здесь Особо не принимает Участия в борьбе А две белые ладьи Могли навести Шороху в лагере Соперника Заставить его Понервничать По крайней мере А вот после хода Конь b3 Который исполнил Ян непомнящий Следует слон a4 Очень грамотный ответ И после взятия пешки На которую рассчитывал Ян Неожиданно Следует Вечный шаг Королю никак Не избавиться От этого Преследования Потому что если здесь Играть ладьи c1 То можно собрать И съесть на c4 Теряется конь у нас Поэтому приходится Соглашаться На такое Повторение ходов На такой вечный шаг Ну что ж Ханс устоял Против Яна А это значит что Яну непомнящему Предстоял Тайбрейк За первое место Против Алерия Заферуджи И мне удалось найти Редкий стрим Где Ян непомнящий Рассуждает Касательно Читерства Ханса Нимана Еще несколько лет назад И тонко намекает На то что он Все таки читерок То что Ханс Ниман Сейчас рейтинг 3000 Набил Он должен сделать Скриншот И молиться на него Потому что Я честно говоря Довольно удивлен Что он такой рейтинг имеет Кстати ребят Как вы думаете Сам ли играет Ханс все время Или Использует бота Потому что я заметил Что во время стримов Он играет на одном уровне А когда играет без стрима У него почему то Игра значительно лучше Поскольку мы уже Больше не будем смотреть Партии Ханса Что можно сказать По поводу его читерства В этом турнире Никаких явных доказательств Нету И мне кажется Магнус В этой ситуации Несколько не прав Дал какой-то намек Но не высказался до конца И не совсем понятная Вот цитата Мауриньо Почему он не мог полностью Высказать свое мнение Я считаю Что ты читерил Это мое мнение У меня вот такие-то есть Факты Такие домыслы Почему он не мог так сказать Он решил отмалчиваться Сделал козлом отпущение В итоге Ханса Нимана И просто оборвал ему турнир Мне кажется Магнус в этой ситуации Несколько не прав И вот что сказал Главный арбитр турнира В ответ на недавние слухи Циркулирующие в шамотном мире Я могу подтвердить Что в настоящее время У нас нет никаких признаков того Что какой-либо игрок Играл нечестно В клубке Сингфилда Речь идет о всех турах Сыгранных на сегодняшний день То есть арбитр прямо говорит Никто в турнире не читерил Один из немногих гроссмейстеров Кто вступился за Ханса Нимана Был 12-й чемпион мира Анатолий Карпов Он сказал, что Магнус просто слабо провел партию Психанул Поэтому пожаловался Никаких признаков читерства Он не видит В целом Особо нету Фактов Которые подтверждают Читерство Ханса Ну за исключением Косвенных На основе его интервью На основе того, что он сказал Что эта позиция у него стояла дома Хотя Магнус так никогда не играл раньше Поэтому Не будем делать Скоропостижных выводов Давайте оставим шанс парню На реабилитацию своего достоинства Если он будет дальше успешно играть А он сказал, что он заряжен Хочет побеждать В том числе в чемпионате Америки Все Вопросы снимутся Его репутация восстановится Пожелаем ему удачи А вот что касаемо Яна Не помнящего В первой партии тайбрейка У него был перевес Но она закончилась ничью А во второй А во второй Али Лиза играл белым цветом И здесь Ян применил не очень удачный порядок ходов После Е3 Играет КН-А6 Ход конечно напрашивается Очень соблазнительно его перевести В район поля Д3 с шахом Заблокировать движение пешки Д Основные движения здесь Либо ФЕ5 Либо СЛОМ-Ц5 В целом То же самое получается С пристановкой ходов Потому что Белые хотят сыграть КН-Ц3 Нападая на ФЕРЗЯ После КН-А6 Конечно Али Лиза играет Д3 СЛОМ-Б4 Шах КН-Ц3 Взял КН-А7 КН-Ц5 Продавливает пункт Д3 С4 Ну и здесь Точнее было сыграть ФЕРЗЯ Х5 Сохраняя равную позицию Вместо этого ФЕРЗЯ Играет Ян Непомнящий Чересчур амбициозно Да у него хороший счет с Лерезой Но все-таки Надо уважать соперника И здесь ФЕРЗЯ В центре Явно не украшает ситуацию После хода С5 Черные ничего не добиваются Ведь после КН-Б3 Ладья на А1 Защищена конем 2-0 Ф3 КН-Д6 Е4 Видно, что у черных Нет гармонии в развитии Но партия Практически заканчивается На следующем ходу Яну надо было забирать ПЕРШКУ на С4 После Ф4 Е5 КН-Д7 Да, у белых перевес Все-таки здесь ФЕРЗЬ выходит на Д5 Висит КН-ПЕРШКУ на С5 Подвисает Два слона Большой перевес у белых Но борьба продолжалась Тем более, что это Быстрые шахматы Но вместо этого Ян сыграл довольно-таки быстро ФЕРЗЬ И7 За минуту Получил заслуженное наказание Я предлагаю вам найти Как выиграть фигуру У Яна Непомнящего Я надеюсь, что вы справились С этим не очень сложным заданием И нашли ВИЛКУ Е5 Проблема вся в том Что пешку-то забирать нельзя Из-за СЛОН Ф4 И теряется конь на поле Д6 Это как раз-таки Зевнул Ян Непомнящий Поэтому После конца 4 ЕФ ФЕРЗЬ в 6 То, что было дальше Нас уже не интересует С лишней фигурой Али Реза уверенно довел Партию до победы И стал Чистым победителем Турнира Сингфилд Кап И в целом Он стал победителем серии Гранд Чистура С чем мы поздравляем 19-летнего Вундеркинда Длицательное выступление Он реабилитировался За свой не столь Печатающий старт В турнире претендентов И сказал, что Не зря его считают Будущим чемпионом мира А станет он таковым или нет Мы еще посмотрим Может быть Ханс Ниман Будет наступать ему на пятки А я благодарю вас за внимание Дорогие друзья Ставьте лайк Если вам понравилось это видео Подписывайтесь на канал Чтобы не пропускать Новых интересных обзоров В том числе на наш Телеграм канал В инсту можете подписаться С кайфом Чтобы следить за моими похождениями Также скачивайте книгу 21 критическая ошибка Новичка в шахматах А увидимся Совсем скоро